Приветствую вас, братья космодесантники! С вами командор Атомный в финальном бою за братство космоволков против некропенсионеров. Перепрыгнул я с этого острова и заметьте, уже больше здоровья. Почему? Потому что я начал заново и решил немного по-другому собрать и перепрыгнуть сюда по-другому действовать. Как видите, результат стал лучше, здоровья значительно больше. И сейчас у нас Ретардус отвлекает на себя всех бойцов, которые идут в одну сторону. Хочу сказать, что это длинный бой, где-то чтобы дождаться и спровоцировать лорда некронов на бой, ну нужно потратить где-то 2 часа, поэтому это сложное достаточно задание. Ну, в плане заложенное, оно долгое. Всё, все, кто были некроны нормальны, ну то есть на обычной территории, они все ломанулись атаковать сейчас Ретардуса. А лорд, как вы видите, он уже здесь. Он телепортировался к нам и хочет навешать. Навешать он хочет. Но получится ли это у него? Не знаю. Посмотрим. Идет разворот. И сейчас я буду пробивать броню. И получает усилие противник. Вот так вот. Погнали. Это уже месилово. Оно пошло. Кстати, еще кое-что узнал. Сборка не идеальная у меня. Больше рассчитывайте на рукопашный бой. Скорее всего, если этот бой я не смогу уничтожить лорда некронов, то вероятнее всего я что сделаю... Так, встану сюда. Снайперские винтовки могут достать, поэтому в следующий ход я попробую достать его снайперскими винтовками. Плазма не достает. Вот. Она должна ближе стоять цель, чтобы плазмой можно было атаковать. Вот. Поэтому так-то. Стоим. И, в общем-то, стоит рассчитывать на рукопашку. Вот та турель, которая у меня стоит, которая снимает броню и на большую дистанцию бьет, она сюда вообще не идет, потому что лорд некрон, он рукопашник, и не удастся ее поставить так, чтобы она атаковала его, и он ее не мог хвалить. На той дистанции максимальной, на которой стреляет турель, он черную дыру вызывает и бьет вообще всех в радиусе. Поэтому она дистанционно бессмысленная. Кроме того, если он подлетит впритык, то она не может стрелять. Лучше всего базовая турель, которая стреляет впритык с болтерами двойными установленными и контратаку имеет. Она гораздо полезнее. Ну и, конечно, оружие, то, которое я взял, больше ближнего боя. Я уже во второй раз сделал чуть больше ближнего боя, но нужно еще. Еще больше ближнего боя. Вот. Потому что ближнего боя никогда не бывает мало. Так. Погнали работать. Сразу же по целям. Отлично. 420. Но на этом я заканчиваю атакусу и отбегаю, чтобы некроны не атаковали слопокуса. Слово покусы в карауле смерти очень себя хорошо показывал. Самый результативный боец. Поэтому ему... Вот он заслужил звание героя. Вопрос только в другом. Заслужить-то заслужил он звание героя. Но кто ему даст его? Да. Вот у меня такие вот эти самые когтики. Вы увидели. Которыми я долблю некрона лорда. И смотрите, здоровье почти полное. Щиты с восполнением жизни здесь, конечно, оправдали себя в полную. В полную оправдали. Это действительно хороший выбор. Рекомендуется опытными космодесантниками. Ставьте лайк. Но я предполагаю, что мне финальная миссия дастся с третьего раза. Потому что если я сейчас не смогу вытащить, я увижу, что все идет очень плохо. А то тогда я трачу деньги, которые собрал на прокачку терминатора. Ставлю в напарники себе терминатора. И перевооружаю несколько своего командира на более рукопашный бой и на другую турель. Вот. Такой подход будет. Накопление ярости, оно вообще никак не помогало. Потому что большую часть времени находишься... Не там. Где можно накопить ярость. Пускай ходят. Я хочу подольше постоять там, чтобы как можно больше некронов ушло от поля боя. Где сейчас будет решаться судьба мира. Да. Она будет решаться прямо здесь. Но я отпрыгну. Чтобы вот эти некроны не стреляли по командиру и пошли дальше своей дорогой. Идите своей дорогой, сталкеры. Как говорится. А вот этот парниша будет стоять пока. Пока у него есть такие возможности. Больше некронов приманят на свою сторону. Так. Уже все хорошо. Вызываю Тузикуса. Тузику сыграй важную роль в этом бою. Сыграй важную роль. Покажи всем, как ты можешь наказывать. Например, лорда некронов. Своими усилиями, да? Давай сразу песни смятения. Ау! Все, некрон такой в лорде. Не пойму, что это было. Как? Откуда здесь волки? А тем временем Тузик его грезет за яйца. Опасный смертельный прием. Между прочим, на самом деле, очень опасный прием. Так. Что делает лорда некронов? Он пытается убежать. Неужели лорда некронов испугался? Нет, он какой-то херней долбанул. Ну, его проблемы, как говорится. Так, что у нас здесь? Здесь все нормально. Ждем еще. Чем больше некронов сейчас уйдет, тем вообще лучше. Так, этот некрон решил бить по Тузику, и это плохо. Потому что сейчас нельзя будет подойти к боссу из-за того, что там вот эти дебилы стоят. Так, а теперь нужно использовать по-любому вот этот. Вот, ну и уменьшать усилие. Ну что, сражаемся? Или стоим смотрим? Давай сражаемся. Тут пока два некрона. Я думаю, с ними можно будет справиться. Можно будет, если что, договориться. Ребята, что вы делаете? Не делайте так. Нормально. Один ход подождем. Потому что нужно отвлекать вот этих ребят отсюда. Чтобы они уходили. Ярость, это хорошо. Это очень хорошо. Что у меня есть? Оглушает на два хода. Кстати, классная штука. Сейчас, наверное, я вооружу и буду бить. Пробивает броню. Минус два при атаке. Неплохая штука. Но мне нужен сейчас вот этот вот. Потому что он оглушит. И тогда лорникронов будет дольше ходить. Я не понял, почему я не смогу убрать усилие. Но ладно. Так. Ничего не сделает наш космодесантник. Поэтому просто сбрасывает карты. Угу. Это ожидаемо. Ну а все остальные некроны клюнут на эту удочку и уйдут. Мне самое главное те, которые возле Тузикуса, возле командира. Чтобы ушли. Вот теперь они могут уходить спокойно. Придется, наверное, еще ход ждать. Еще вытерпеть одну атаку. Че он там стоит? Что ты забыл? Чувак, вот что ты забыл? Че ты там стоишь? Че ты там стоишь? Держи лорникронов. 175. Это достаточно хороший урон. Стан есть. То, что нужно. То есть, лорникрон ошарашен от такого подхода к нему. Что, оказывается, можно подойти сзади и вот так вот, пристроившись, наделать кучу разных интересностей. Пока не буду спешить. Если появится еще один прыжковый ранец, а он должен появиться, то тогда можно будет запрыгнуть на тот островочек и стать вместе с командиром, начать расстреливать лорда некронов. Пока этой возможности нет. Что сейчас сделаем? Сейчас я с помощью вот этой граф-пушки подойду к лорду некронов. А дальше, что я сделаю? Уменьшу усилие. И рубану его мечом. А потом отойду, чтобы не провоцировать вот этих долбанных скелетов. Вот этих скелетов долбанных, вот именно. Есть. Ладно, 315. Ну, нормально. 3 тысячи разбираю. Пока меня устраивает то, что происходит. Ваши ставки. Смогу ли я затащить в этой катке? Кстати, я хочу передать всем ненавистникам привет из группы Космических Волков. Игра классная, но, к сожалению, само сообщество в большинстве своем крайне негативно реагирует. Вот и находит недостатки там, где, собственно, ну, не к чему цепляться. Не к чему цепляться, а они прицепятся. Они говорили, что я не пройду игру, что я брошу ее 5 или 6 уровней назад. А в итоге прохожу. Вот так вот получилось интересно. Ну, и на самом деле здорово, что я ушел из группы. Намного легче стало, намного приятней. Просто вот позитивчика стало больше. Вот так вот. Так, ну, будем терпеть урон. Тут уж никак иначе не получится. Хотя бы броню возьму одну. Так, все. Некроны пошли отсюда. Этого я и добивался. Уходите, ребята, все. Вы здесь лишние. Так, что теперь? Можно взять вот эту. Даже стоит взять вот эту штуку. Усилия все равно навешиваются. Щит мне на самом деле-то сейчас и не нужен. Вот щит, да? Как говорится. Оглушает уже есть. Давай-ка. Да. Или нет? Сбросить карты я не могу, поэтому... Да, давай вот так. Больше усилий. Лордик будет стоять. Кстати, еще карты на дополнительную атаку на самом деле можно убрать из колоды. Поскольку здесь рукопашный бой, здесь нет возможности, чтобы по несколько выстрелов делать с лордом Некрона. Поэтому всего одна карта будет достаточно ее с головой. Вот, которая дает второй удар чисто на всякий случай. А загрузить лучше будет, а загрузить лучше будет там мишенями чем-то другим. Саму колоду. Хотя, даже мишени тоже не особо. Огонь и усилие. Ну и этот самый дополнительный снаряд. Нет, отмена я сделаю по-другому. Давай подрыв, минус усилие. Мне побыстрее нужно еще один прыжковый ранец. Поскольку тогда я смогу переместиться и атаковать лорда Некронов тоже. В смысле, Слопокус может это сделать. Отлично. Ну, мне нравится, насколько получилось переманить всех Некронов. Смотрим, что там у этих Некронов. По 11 усилий. Нормально. Сходит. Так. Ну, здесь уже пора делать прыжок. Все-таки буду рисковать. Буду рисковать. Ну, пока не очень-то везет. С риском. Давай гранату сюда. Нормально. Мины тоже не имеет смысла. Но я их и убрал раньше. Поэтому, ну, больше опыта. Третья попытка еще лучше получается. Скажу снова, что у меня будет прохождение. На канале уже есть караул смерти. Будет повторное прохождение когда-нибудь в будущем на тяжелой сложности. Также космические волки будут стимовские. То есть, ПК-версия. Еще раз буду проходить. Скорее всего, за Терминатора. Я бы проходил бы и за Снайпера, если бы знал, каким образом мне... Так, так, так. Так, давай отойдем. Вот так вот. Все нормально. Нормально. А если бы знал бы, каким способом пройти вот эту финальную миссию за Снайпера с начальной колодой. Если я пойму, как это сделать. Если мне кто-то из опытных игроков расскажет. Или ссылку на видео даст. Все, я посмотрю и скажу. А, понятно. Теперь я понял. То тогда буду за Снайпера проходить. Ну, а если не получится, то за Терминатора. Вот такая штука. Из других тактик будет прохождение Кодекса Войны, Массив Ассалт, Галактика Ассалт. Это то, что уже запланировано. И будет достаточно близко. Ну, близко. В этом году точно будет. Так. А здесь уже хватит избиений. Все, что можно было сделать, сделано. Время отступить. Спасибо. Ретардус, ты сделал все, что мог. Эти отманены. Ну, конечно, не очень-то далеко. Но что поделать. Так. Погнали. Плазма. Еще усилий навешивать. Пока все идет по плану. Смотрим. Как получится дальше. Неожиданно. Я не думал, что сегодня именно получится хорошо бить лорда Некронов. Но получается. В итоге получается. Давай, плазма тяжелая. Есть. Есть. Хорошо. Сколько это мы уже забрали у него? О, пенсионер появился. И еще какие-то мудаки с щитами. Ну и куда пенсионер будет деваться? Не знаю. Надеюсь, пенсионер не успеет подойти и спасти лорда. Хотя там у него еще 15 тысяч здоровья. Так что там есть куда его лупить. Вон они кроны стоят. Лорд Некронов тоже в уголку затесался. Будет он больно бить. Потому что сейчас черные дыры пойдут. Сейчас еще какие-то хрени непонятные. Это будет очень больно и неприятно. Ну, что поделать. Держи. 6 тысяч... Ну, 5 тысяч уже снято здоровья. То есть четверть. Дело сделано. Самая последняя будет вторая половина. Наверное, самая сложная. Самая последняя. Действительно. Очевидные вещи говорю. Самая последняя будет вот последняя часть. И это финальный уровень. И после финального уровня мы, конечно же, победим, ребята. Потому что... Вот такие секреты вот есть в этой игре. Вы, наверное, про них не догадывались. Так, пенсионер сбрасывает карты. Ему не нужны они. Эти ребята все будут стоять. К сожалению, вот тех некронов, которые затесались здесь сбоку, их выбить как-то не особо. Я не знаю, как. Можно их уничтожить. Достаточно быстренько. Ну, наверное, если встать вот так вот. Потом подойти резко огнеметом. Хотя не достанет огнеметом. В том-то и дело. Так. Ходит лорд. Лорд получает усилие. И 250 это все, что ты можешь? Лорд. Ты... Ты... Ты разочаровываешь. У него море усилий. Кстати, стал он просто зашибенно. Для того, чтобы его избивать, это шик. Пенсионер ждет своей пенсии. Что, в принципе, все пенсионеры и делают. Правильно они делают, я считаю. Нужно ждать свою пенсию. А она будет. Она когда-нибудь. Точно будет. Так. Подойду-ка я вот так. Пока все. Главное не спешить. Да? Бутерин. Не пройду я до финального уровня. И игру не смогу пройти. Как ты там говорил? Очень интересно. Оказалось, ошибался. Что будешь делать? Отошибался. И все. Эту серию финальную я размещу. Может эту, может другую, которая будет финальной. Потому что, может в этой серии я не выиграю. Я размещу в группе космических волков. Так. Пробиваем броню. И еще раз оглушать. Оглушить ее надо. По-моему, нормально пока будет. Хотя, если бы я плазмой стрелял, то больше бы оглушения на единичку стало бы. Ну что. Разворот сделать. Здесь вот это по-любому неприменимо. Повернемся вот так вот. Я не хочу подойти чуть ближе. Есть шанс, что спровоцирую долбанных некронов, которые стоят по соседству. И они попробуют неприятные штуки делать. Все пропускают ходы. Потому что не знаю, что делать и как. Ну, пускай стоят чат-ботики себе. Один пенсионер ждет пенсию. Единственный знает, что делать. Если не знаешь, что делать, жди пенсии. Давай, поджег его. Интересно, что задницу так и не поджег. Так. Что теперь? Мяча рубить. А что еще остается? 377. Ну, не так-то много, но... Перезарядка. Есть. Эти ребята стоят. Ретарду стоит. Ну, пока все идет хорошо. Мне нравится. Из-за того, что выходит все. Интересно, какие карты выпали сейчас. Ну, вернее, у с удара мечом далась одна карта, другие надо сбрасывать. Потому что щиты мне сейчас эти не нужны. Вот он какой. Вы видели, что он умеет? Что пенсионер может делать? Я уверен, вы так не можете делать. А пенсионер может. Такие сейчас посмотрели. Ё-моё, как он это делает? Не как Дэвид Копперфилль. Что он творит на пенсии? Рекиняйте. Дед жонглер. Я думаю, такие и есть. Если вы видели видео интересных дедов-жонглеров, обязательно-обязательно мне сбросьте. Очень интересно посмотреть. Так. Пробивает броню. Да. Здесь еще один ход. Вот это полезно. Ну и снайперская винтовка давай. Отлично. 160. Ну, на самом деле-то мало. Но лучше, чем ничего. Я отошел в уголок. Жмемся к углу. Потому что мы настоящие мужики. Мы суперсильные. Все мужики жмутся в уголку. Не, на самом деле, смотрите. Мы жмемся в уголку, но тем не менее забиваем этого лорда Некрона и побеждаем. Спрашивается. Вроде жаться в уголку это типа. Эээ, так делают всякие неудачники и прочее. Но в этом случае это работает. Так. Пенсионер. Что-то он упорно хочет. Я не знаю. Знает ли он сам, что он хочет? Вообще без понятия. Кстати, можете зайти на канал V-Droid Gaming. Тоже проходил космические волки. Как раз с терминатором. Вот почему я думаю. Я бы больше хотел бы именно снайпером пройти. Потому что никто не проходил снайпером. По крайней мере, я не видел такого. А вот терминатором он проходил достаточно хорошо на базовой колоде. Мне хочется как-то по-другому это все сделать. Так. Давай-ка сбросим. Пока это не дает никаких утешительных ноток. Можно поставить турель, но если я ее там поставлю, то начнут приходить дебильные некроны. Поэтому... Ну, напротив имеется в виду. Поэтому... А в другом месте ставить ее смысла нет. Ну, нет смысла в другом месте ее ставить. Жопу, например, ну не поставишь ее никак. Многие пробовали, а не получалось. Я учитываю их опыт, поэтому... Другую турель нужно было брать. Это если бы я взял маленькую турель, самую базовую, она бы здесь... Вот здесь бы стала бы и как раз бы отлично работала бы. Тоже по лорду. Ну, что остается? Остается выстрелить из вот этой штуки. Шесть усилий. Ну и, в принципе, использовать вот этот набор карт. Так, время лорду что-то сделать. Что он предпринят? Надеюсь, текать не начнет. Самое ужасное, что может сделать лорд Некронов, это текать в такой ситуации. Самое неправильное. Потому что тут два человека в углу стоят. Они переживают, как бы, не ведут себя очень круто. Он самый крутой, понимаете? Вот тут это мужик. Потому что он не стоит в углу. Но его забивают. Чат-ботики пишут смс-ки в чаты разные. Так. Лорд подошел. Вот это удар! Вот это удар! Сколько у него осталось? Семь тысяч уничтожено, да? Хорошо. Интересно, сколько он еще будет стоять. Но сейчас урон уменьшится, потому что мне нужно посбрасывать карты. Прежде чем идти дальше, нужно их сбросить. Так. Пока я не вижу. Пока единственное, что я имею смысл, вот так вот встать. Да. Ой, усилия еще даже навесил. Вот это да. Это неприятная история. Так. Стоим. Ну, на самом-то деле, давай сбросим огоньки. Пока так. А на меня усилий нету. Жалко наискосок нельзя пить. Ну, допустим, вместо еще одного пушки, из еще одной пушки взять копье. Оно будет полезней. Оно, если что, и бьет дальше. И можно больше маневров сделать. Оно вбок может бить. Видите, то есть, это пропускание хода, да? Долгое, нудное, массовое пропускание хода. Так. Ну, видите, пока у меня нету ничего такого крутого, чем бы можно было бы лорда некрона задеть. Вот это уже неплохой набор. Да-да-да, все пропускают. И тут пропускают ретардус. На самом деле, сейчас ретардус может подойти, прыгнуть и оттянуть на себя еще всех некронов ценой собственной жизни, наверное, так. Потому что все они ревнутся на него. Он, смотри, подбегает. Он, конечно, никого не сможет атаковать в такой позиции. Поэтому просто ждет. Вот у них неудобно. Видите, три. По три действия. Если я прыгну сейчас, то они потом походят и попробуют сюда ставь. Чтобы атаковать по моему командиру. Так. Ну, тут давай. Руби. Руби, чтобы согреться. Видите, то есть замедлилось нанесение урона в связи с неудобным положением. Ну, судя по тому, сколько жизней снес, судя по тому, пока как все слаживается, у меня есть запас три жизни. Наверное, я сейчас и буду проходить уже следующая серия будет финальной. Угу. Так. Ну что? Прыжок. Работаем на уничтожение. Пятьсот. Попробуем сжечь. Должен сгореть. Да ладно, а почему все? Ну, держись, ретардус. Ты их спровоцировал. Что там с усилиями? Нормально. Нормально теперь с усилиями. Прыгаю за спину. Все. Ждем. Пенсионер. Пенсионер увидел цель. Все, и пошел за пенсией. Вернее, это у него разминочка была. Он вначале пошел, потом думает, а, ну его нафиг. Да. Вот это плохо. Ну, что ж, да, действительно, ценой своей собственной жизни. Тардус отвлек на себя всех, кого мог. Вот эти ребята, главное, уйдут. Ну, по крайней мере, они стали дальше от нас. Что? Держи. 343. О, минус усилие. Это хорошо. Жаль, конечно, что не удастся упрыгать. Ретардусу я все-таки надеялся, что ему хватит возможности это сделать, но нет. Один из некронов походит раньше и упьет его. ну, тут остается только вот так вот. Цель получит два очков усилий. Хорошо. Только хорошо. Так, кто же ушел? вот и здорово. Там и, там и находитесь. Да, большинство некронов уже никак особо не угрожают. вот тут вот пожалуйста мне плазму одеть. Раз. И вот так вот ударить тебе. По жопке. На! Нехороший ложник крона. Ну, снова-таки это ерунда. Это ерунда. Снимаем броню. Есть. Минус усилия. Вот сейчас будет хорошо слу-покус раздавать. Слу-покус он молодец. Говорю же не зря его взял и в караул смерти. Пенсионер практикуется, тренируется. Молодец. У него здорово получается. если честно говорить. Вот прекрасно получается. Угу. И слу-покус дальше будет атаковать. Так. чат-ботики вообще хорошо зашли. О, да! Да-да-да-да-да. Молодец. Жаль. Ну, вот на этом все и закончилось. Здорово все было. все. Все стоят? Все стоят. Замечательно. Главное, вот те тоже некроны отошли. Они теперь не удел. И у меня чуть больше маневров на острове получилось. Ну, а финал и победа уже в следующем эпизоде. Так что только революция, только победа. И до следующего эпизода братья-космодесантники. Вот так ему под конец. манюши, дед маняши, по манюши, там, он гн, не не .